Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Итак. Муж хочет уйти. Я просил прощения, просил остаться, начать всё с чистого листа. Муж хочет уйти. Из-за чего? Очень важна причина, из-за чего муж хочет уйти. Очень важно ваше отношение к этой причине, потому что если это отношение не совсем адекватное, то потом смыслы, потом смысл, потом смысл. Неадекватно. То есть вы поймите правильно, что я имею ввиду, да, говоря неадекватное отношение. Я имею ввиду, что если вот у вас были некоторые проблемы, например, у вас с мужем были некоторые проблемы, и муж из-за этого хочет уйти, вы просили вопрощения и бросили остаться, и начаться с чистого листа. Это так не работает, потому что чистый лист предполагает игнорирование опыта, игнорирование того, что было. Значит, человек пытается забыть, забыть, забыть свое прошлое. А это, в общем-то, очень тревожный знак, потому что он забывает свое прошлое. Человек забывает, кто он, такой забывает свою личность, в общем-то, как бы, ну, он отрекается от личности своей, и, в общем-то, человек теряет возможности для развития, к сожалению. Если человек теряет возможности для развития, то, как бы, как можно что-то получить на выходе, ну, в смысле, как можно сохранить гармоничные отношения, да, если люди не развиваются. Вот именно это вот то, что вы, на мой взгляд, пытаетесь сделать, сами этого не осознавая. Вот. Почему? Ну, в первую очередь, потому что есть проблематика. Она объективно существует. Она объективно есть. Это проблематика. Ваш муж может быть своим уходом. Может быть тем, что он сказал, что хочет уйти тем, что может быть ему, там, все надоело и так далее. Он вас смотивировал на то, чтобы начать жалеть о способах, которые вы, ну, использовали или использовали, или используете для защиты своих интересов. Вот. Но это не значит, что проблема ушла. Это не значит, что проблем больше нет. Это значит, что проблема на время оставила. Потому что появилось что-то другое. Потому что другая проблематика вышла на, условно говоря, первый план. Но когда эта проблематика уйдёт, когда она, ну, смягчит, когда вы увидите, например, что, ну, что муж ваш, он с вами и так далее, как бы вернулся. То есть опять появятся те самые проблемы, которые у вас их были. Из-за чего, собственно, муж хочет быть, понимаете, какая штука. То есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ попыткой начинать что-то сначала, к сожалению, к сожалению. Поэтому здесь у вас уже, в принципе, такое, ну, я бы сказал, деструктивно в поведении, к сожалению. Ну и причина, война, что же. Дальше. Ага. Процесса означает все из чистого листа. А куда здесь денется, денется все проблемы? Я понимаю, что он нужен. Нужен кому? Вам? Нужен. Хорошо. Для чего он вам нужен? Как это связано с тем, что у вас проблемы? Не потому ли он хочет уйти, что нужен вам слишком сильно, например. Да, как бы. То есть это вот тоже такие, такие достаточно важные нюансы. Дальше. Мой брак 6 лет. Очень плохо. Полгода живем родительно, живет в стране в другом городе. А еще, ну, то есть вы в браке 6 лет и что дальше, ну, то есть, к чему вы это рассказали, про то, что вы в браке 6 лет? Так, мне очень плохо, из-за чего. Встретили среди у него, он встречался с ребенком, поговорили с ним, он не хочет возвращаться. И? Чего вы хотите? Наверное, совершенно очевидно, что вначале вам нужно разобраться в себе, а после посмотреть, как можно было бы попробовать либо восстановить отношения, например, либо сделать что-то еще. Вот. То есть, в основном спортерва в любом случае нужно было разобраться в себе. Это в любом случае. Вот. Потому что есть у меня такое чувство, что очень сильно вы в своем мужа нуждаетесь. вот. Есть такое у меня чувство, что вы через шур от него, ну, зависите от него и, соответственно, если вы от него зависите, то человек может, ну, образно говоря, манипулировать вами. Вот. И пытаться вас как-то вот себе починить. Вот. сделать так, чтобы свои интересы вы предали, может быть, или как-то отказали. от своих интересов. Я имею в виду. Я имею в виду. Вот. И это в общем и целом, ну, как бы то, что он делает. Именно это. Ну, конечно, не факт, что он делает именно это. Вот. Может быть, там есть что-то еще и что-то еще. Вот. Ну, а пока, вот, исходя из того, что я могу сказать, ситуация выглядит для меня вот такой. К сожалению или к счастью, я уж не знаю. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезным. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ситуация разрешится и вы выйдете из нее.